Добрый вечер, это программа «Попутчик» в студии Павел Фёдоров. Сегодня мы обсуждаем снегоходы и всё, что с ними связано. В гостях у нас Ваштар и знакомый Тимофей Рогожин, главный организатор фестиваля «Опен Карелии», который традиционно зимой происходит, ну, конечно же, в Карелии. Друзья, мы в прямом эфире. Координаты наши всё те же. Это московский номер 495-617-955-55. Можете позвонить прямо к нам в студию и подключиться к нашему общению. СМС на короткий номер 5577. Здесь я их зачитываю и, собственно, можем общаться с помощью СМС. Обсуждаем сегодня снегоходы. Если Вас интересуют конкретные модели, Вы стоите перед выбором, какой взять утилитарник, что-то для спорта, может быть, для охоты, для рыбалки. Обсуждаем предстоящие экспедиции и пробеги, которые будут этой зимой. Уже многие стартовали. Зима пришла в центральный регион недавно, а где-то она уже давно. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, сегодня целый час посвящен именно снегоходам и присоединяйтесь к нашему общению. Тимофей, не виделись очень давно, межсезонье. Я понимаю, что это для нас, для простых обывателей. Зима и снегоходы – это где-то далеко. Я понимаю, что настоящие снегоходчики, они готовят технику к сезону еще предстоящей весной, в конце прошлого сезона. Появились какие-то новинки, появились новые мероприятия. Для тебя самое главное, что произошло в этом мире за прошедшие межсезонья? Ну, как истинные снегоходчики, мы ждали снега, и всегда это очень волнительно и психологически сложно. Есть очень много людей, которые одновременно катают и на снегоходах, и на квадроциклах, тем гораздо легче. Мы к таким как раз и относимся. Но есть люди, которые сидят именно исключительно на теме снегохода, и для тех в межсезонье это такая очень сложная пора. Да. Если все-таки касаемо снегоходов, то в этом году сезон начался замечательно. Зима пришла не просто вовремя, а кое-где даже раньше, чем ее ожидали. То есть, когда для автомобилистов плохо или совсем плохо, для вас хорошо. Да, все, что автомобилистам плохо, для нас просто счастье. Соответственно, сезон, как и обычно, открывается в ноябре месяце. Открылся он в этом году в Приисковом и в Ергаках, это у нас Красноярский край, Саяны. Открылся он с совершенно знаменательным мероприятием. В этом году с помощью красноярских ребят-снегоходчиков, с помощью их инициативы, я бы сказал, доблестной инициативы, в нашу страну приехали звезды мировой величины, в том числе Крис Бурант. В табеле орангов это, наверное, номер один действительно во всей снегоходном мире фрирайда. И они приехали с мастер-классами, с школой фрирайд-вождения. Первый блин не был комом, потому что, да, там обсуждались технические вопросы, но при этом для россиян это огромный прорыв. Мы постоянно, сейчас последние два года интегрируемся в настоящую снегоходную тусовку, потому что в прошлом году несколько групп россиян ездило в Штаты катать, не говоря уж, что мы в Финляндии, Норвегии. То есть, на самом деле, вот последние два года динамика развития снегоходного движения в стране просто ошеломляющая. Давай поясним, друзья. Ну, чтобы было понятно, значит, фрирайд это свободное катание, вот если брать там лыжи, сноуборд и, собственно, снегоход, это то же самое, когда человек берет технику и выезжает на самый глубокий пухляк, на там паудах или в город. Наверное, для большинства, для многих пользователей снегоходов это не так понятно, потому что все мы понимаем, что основная задача, если брать массово снегохода, это выехать на охоту, проверить капканы, где-то просто проехать из пункта А в пункт Б, это наши севера, потому что если летом там нет дорог, то зимой они снежные, нужен снегоход. Это утилитарник, конечно. То вот это, это передовые технологии. Если мы говорим о фрирайде, о спорте, о чистой воды, это сноукросс. Это передовые технологии, это самые мощные моторы, это уже какие-то, может быть, где-то спортивные вещи, заимствованные из мотокросса. И приезд вот таких ребят, это, наверное, уровень. Есть ли какие-то спортивные команды или прорайдеры в России, которые себя позиционируют именно как спортсмены, не просто люди, которые могут позволить себе купить крутой горный снегоход и как фрирайд по-русски увидеть какую-то гору, пускай даже небезопасную, и ломануть туда? Ну, вы знаете, потихонечку спорт продолжает возрождаться и развиваться, потому что, на самом деле, есть несколько очень старых спортивных клубов с традициями. Это спортивный клуб «Олимп», из московских, это клубы в Татарстане, в Уфе, в Башкортостане. Но все-таки мое мнение, что пока российский спорт, он очень медленно набирает обороты, естественно, в первую очередь, потому что для этого нужны большие деньги, нужно возрождать, восстанавливать историю. Но есть знаки того, что это будет развиваться. У нас чемпионат мира проходит. И так чемпионат мира прошел первый раз, и в этом году он повторяется в Семигорье. В Москве. И да, и там в Москве. Я забегу вперед, скажу, что, друзья, ну, прошлый чемпионат мира вы видели на нашем канале, обзор, а в этом году, соответственно, мы также планируем показать оба этапа. Будет о Семигорье. И вот сейчас, насколько я понимаю, трасса обсуждается. Это Москва-Крылатская, а может быть, где-то вот... Это Масхарена, что-то еще, да. Вот, то есть говорить именно о каких-то там именах во фрирайде, конечно, пока еще рано. Хотя есть, я думаю, что, наверное, десяток уже разновозрастных совершенно и молодых людей, и мужчин уже взрослых, которые достаточно достойно катают. Я думаю, там, 3-5 лет, и обязательно первые звезды в таком уже классическом фрирайде тоже появятся. Ну и потихонечку спорт оживает, потому что календарь спортивных мероприятий и Мотоциклетной Федерации России и любительских соревнований у нас очень здорово растет и развивается там вшире по географии и по глубине происходящих моментов. Ну что ж, там приходят первые вопросы по СМС, и, как это ожидалось, это не касается спорта напрямую. Спрашивают сейчас, как можно получить права на снегоход, вопрос из Москвы, и что для этого нужно. Тема злободневная, насколько я понимаю. Тема злободневная, тема настолько злободневная, что мне кажется, что мы стоим на пороге буквально, снегоходное сообщество России стоит на пороге того, чтобы уже создавать какую-то ассоциацию любителей снегоходов и квадроциклов, и пытаться уже снизу этот вопрос муссировать и в законодательных органах. То есть бороться за свои права? Да, бороться за свои права, потому что на самом деле бардак. Что касается получения снегоходных прав, права называются очень смешно. Для того, чтобы управлять снегоходом или квадроциклом в нашей стране, вы должны получить права тракториста, машиниста категории А. Получаются они в Ростехнадзоре, это премьер гостехнадзора. Если у вас есть автомобильные права или хотя бы мотоциклетные, то вам немножечко проще. Вы должны получить справку стандартную медицинскую, заплатить пошлину, принести фотографии и сдать очень такой простенький тест по основам безопасности управления снегоходом и, собственно говоря, сдать само по себе вождение. Это сложно. Я пробовал. Я тебе скажу, что с вождением главный подводный камень здесь в том, что ты приходишь, ты не знаком с этой техникой. Более того, ее зачастую просто нету туда, куда ты приходишь. Более того, особенно в московском регионе регулярно, прямо скажем, навяливают обязательное прохождение курсов платных. То есть ты не можешь это сдать экстерном. Проблема еще в том, что в небольших городах это все попроще. В Москве, в Санкт-Петербурге, где Ростехнадзор делится на свои инспекции по районам, это вам нужно тащить зачастую свой снегоход, ехать к черти знает куда, в приемные часы, в приемные дни по сдаче. Для сдачи вам нужно дождаться какой-то группы. То есть на самом деле очень большая головная боль в ряде регионов. Можно еще вопрос по этой же теме пришло? Была история, если мотоциклетные права до 2005 года, их обменивают на снегоходные. Выдают снегоходные вопросы с Карелией, кстати. Выдают без экзаменов. В каждом регионе еще есть своя точка зрения, свои правила у технадзора того или иного региона. Поэтому некоторые нормативные акты региональные действуют исключительно на территории каких-то отдельно взятых регионов. Ну и нужно еще понимать, что лояльность. Везде разная лояльность. Как у нас в политике есть красные зоны, есть демократические города, так и в гостехнадзоре есть несколько регионов, в которых очень здорово закручиваются гайки постоянно. Это Москва. Вы знаете, как раз в Москве меньше закручиваются гайки, потому что в Москве нет таких массовых облавных снегоходчиков. Гайки, скорее всего, закручиваются. Из таких, я скажу, что достаточно жестко закрученных регионов, где на все смотрят жестко и строго, это Ямал-Нецкий автономный округ и это Карелия. То есть на сегодняшний день. Есть гораздо более лояльные территории. Там Ивановская область, Ярославская область, Вологодская область, Архангельская область, Мурманская область, где гостехнадзор. Да, там тоже есть операция «Снегоход», но там все как-то поспокойнее. Хотя, с одной стороны, есть позиция гостехнадзора, закон есть закон. Есть позиция снегоходчиков, которые не хотят платить транспортный налог, потому что мы не ходим по дорогам, мы не ходим по асфальту, мы не хотим ему платить зачастую больше, чем автомобилисты. Мы не хотим получать права користомашиниста категория, потому что во всем мире достаточно любых прав для управления снегоходчиков. Ну, еще есть момент езда без шлема, конечно же, да, и тут мотивирует тем, что теплый шлем с подогревом это дорого, а обычный, ты просто отморочишь себе голову, да, и, соответственно, здесь либо ты ездишь в шапке-ушанке по старинке, как ездят все наши охотники, ездят не спеша, либо же, соответственно, ты должен, ну, чтобы это была штука функциональна, а не только для инспектора, это должен быть нормальный шлем с подогревом, в котором просто тебе ничего не отморозишь. Ну, как раз вот со шлемами инспекция уже там вторично, да, их интересует, как правило, исключительно набор документов, к сожалению. Сейчас обсудим, у нас есть звонок, добрый вечер, слушаем вас. Алло. Алло, добрый вечер. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Сергей, я с Ростова, хотел бы узнать такой вопрос, а дизельные снегоходы в природе вообще существуют или нет? Дизельные снегоходы? Если что-нибудь по ним подскажет. Вы знаете, хороший вопрос. Хороший вопрос. Значит, смотрите, на самом деле, единственный, ну, по моей информации, да, то есть я могу ошибаться, но единственный снегоход в свое время сделала дизельная компания Артикет, сделан был для Канады. Говорят, что, я не знаю, сейчас они выпускаются или нет, по-моему, сейчас не выпускаются, но они встречаются крайне редко как в Северной Америке, так, собственно говоря, и у нас в стране. Ну, вот в дальних регионах я один такой видел, это одна из моделей Беркета. А так, вообще, в принципе, дизельных снегоходов сейчас в производстве не существует. Мотороциклов-то, по-моему, опытные образцы, насколько я знаю. То есть это такой трактор настоящий. Тема периодически актуальна для северных регионов, где проблемы и с топливом, и с качеством его, и со всем остальным. Ну, а сейчас уже цена топлива одинаковая, поэтому цена не актуальна. Тимофей, пошли вопросы валом по конкретным моделям. Смоленская область. Значит, какой утилитарник взять? Yamaha Viking или же Polaris XL? И сколько минимум должно быть снега, сантиметров, чтобы ездить без последствий для снегохода? Вот Yamaha рекомендует от одного метра, по утверждениям, соответственно, зрителя. Значит, смотрите, что касается снежного покрова, то на самом деле все зависит, в первую очередь, от ваших манер езды, управления вашей головой. В принципе, 15-20 сантиметров снега, которые уже там легли, спрессовались, потихонечку уже на снегоходе можно ездить. Есть в тундре районы, в кранокрайнем севере, где снег выдувается, и поэтому тут нельзя сказать, ну, местами больше не бывает. То есть, естественно, для снегохода какой-то снег в любом случае нужен, иначе будут склизы, или в Финляндии это называется хифакс, это пластиковые прокладки между гусеницей и рамой. Они просто будут у вас сгорать, стираться, и, соответственно, ход будет обездвижен. Для нормального, комфортного движения, если 30-40 сантиметров уже выпало, то уже можно спокойно ездить единственное, аккуратно, да, потому что пока не скрылись камни, там, пока не замерзли ручьи, пока не скрылись все коряги, там, все прочее, все прочее. Но уже там 20-30 сантиметров уже народ катает. Что касается... По Вайтрекам, да, спрашивают. У Телитарника, значит, смотрите, какая история. Все сугубо лично. Во-первых, вы выбираете между двумя снегоходами, это Вайтрак, Полярис и Ямаха Викинг, четвертая модель обновленной, Ямаха Викинг 3. И еще есть Скандик 550, да, Вайтрак тоже. На самом деле по цене надо понимать, что 339 тысяч стоит Ямаха, примерно столько же стоит чуть дороже Полярис и около 400 цена Скандика. Если у вас проблемы, ну, давайте так откровенно скажем, что для вас 50-60 тысяч рублей роли играет, и в дальнейшем в обслуживании берите Ямаха Викинг, он самый дешевый по обслуживанию и самый дешевый в случае возникновения проблем с ремонтами, ну и самый дешевый на старте. Если у вас с деньгами плюс-минус 50-60 тысяч рублей позволяет, то дальше вы должны сами ответить на свой вопрос, для чего вы берете утилитарник. Если для охоты и рыбалки, то тогда можно задуматься о Полярисе и Вайтраке, но там есть несколько проблем рекламационных из года в год одних и тех же. То есть, к сожалению, снегоход на сегодняшний день не очень надежный. То есть по надежности и по соотношению цены-качества в нижнем ценовом диапазоне для рыбалки и охоты берите Ямаха Викинг 4, там дрова на нем возить можно, все что угодно. Если вы берете его скорее для отдыха и рыбалки, и охоты, каких-то может быть там дрововых прохватов или семью повозить, или куда-то в экспедицию съездить, то на сегодняшний день на новой платформе Scandic, это BRP компания, Scandic 550 в нижнем ценовом диапазоне. Ну, машина, которая, в общем, является техникой превосходства, нравится нам это или не нравится. Но здесь при этом запчасти, обслуживание будет дороже. Будет обслуживание дороже, да, в случае поломок тоже вы попадаете на несколько большие деньги, но машина очень среди утилитарников, она очень динамичная. В прошлом году, тестируя такую машину, я сказал, что появилась новая неожиданная конфигурация и вид снегоходов экспедиционной. Как раз вот она прямо, они угадали именно вот с такими дальнобойными проходами, с динамикой, и при этом за счет, ну, новой рамы и немножечко другой развесовки машина осталась устойчивой, но стала гораздо более интересной и динамичной. Еще звонок, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Ну, чуть-чуть запозднилась тема по поводу гостехнодзора. Хотел бы обсудить, звучала тема по поводу постановки на учет и тому подобного. Вот. У меня снегоход по аварии с Южным 900-й, и я его не ставлю на учет, потому что, ну, к моей радости, наверное, и к радости больших снегоходчиков, у нашего гостехнодзора нет такой техники, которая может нас обогнать. Догнать и совершить перехват. В принципе, я как-то... Вертолеты, вертолеты только. Ну, вертолеты, они редко принимают, и бюджет, к сожалению, нашего государства не выделяет на эту тему. Вот. Берут снегоходы, да, но все равно они же не убийцы. А мы ездим жестко и быстро. Вот. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, вот каким бы вы видели этот налог, чтобы он был справедливым, да? Мы сейчас вообще поставим вопрос на голосование об этом. Вот вы все-таки, наверное, как человек, живущий в этой стране, готовы что-то платить государству за то, чтобы, ну, происходило улучшения какие-то, даже по части Ростехнодзора, допустим. Сколько вы готовы платить, и вы считаете, что это нормально? Сколько я готов платить именно, вот, допустим, люди в Финляндии, скажем так, для них подготавливают на зимние сезоны трассу. И там налог, естественно, он соизмерим. Правильно? Здесь я трассу накатываю пока у нас нет подготовленных трасс для использования. Здесь, естественно, я за что должен платить? За наши родные просторы. И за свой бензин. Бензин налоговый, да, у меня снегоход 200 лошадиных сил, и он у меня за час сжирает 40 литров, да? Я в свое удовольствие катаюсь. За что я еще должен государство отплатить? Совершенно справедливо. Спасибо вам большое за мнение. Ну, я предлагаю поставить на голосование. Дорогие друзья, вопрос очень простой. Традиционно минут пять поставим на голосование. Считаете ли вы справедливым налог, транспортный налог, подчеркиваю, в России на снегоходы сегодня, да или нет? А мы сейчас с Тимофеем коротко сейчас расскажем, какова ситуация. Тимофей, насколько я знаю, вот первая неприятность была для любителей всей этой техники, что человек пользуется, будь то гидроцикл или снегоход все-таки полсезона, да? Где-то зима больше, где-то меньше. Ну, 3-4 месяца, на самом деле. Да, но ты платишь как за автомобиль, как будто ты на этом снегоходе ездишь и в июне, и в июне, там, и так далее. То же самое с гидроциклом. Ты платишь и январь, и февраль, то есть сумма такова, что как будто ты ездишь на нем постоянно. Да, и с квадроциклом, верно, такая же история. Да, это раз. И, во-вторых, сумма этого налога, значит, регионы здесь вольны увеличивать коэффициент. И если мы сегодня специально посмотрели, в московском регионе там в зависимости от лошадок, ну, это где-то 5 рублей с лошади, то есть регионы, где эта цифра больше на порядок. Ну, 50 рублей, да. Вот Мурманская область 50 рублей за лошадь. И, насколько я знаю, в принципе, там достаточно по ряду регионов от 30 до 50 рублей за лошадиную силу. Соответственно, если у вас снегоход, ну, современный, достаточно мощный, это от 100 лошадей начинает, то это как минимум там 5-7 тысяч ты должен отдать родному государству не за что, да, то есть было бы действительно за что. Совершенно правильно сказал вот звонящий человек, что в Финляндии, да, в Финляндии на балансе государства существуют снегоходные трассы. Их готовят, их ротрачат, строят мосты. Однажды я видел мостик через маленький ручей на снегоходной трассе, который стоил 200 тысяч евро при изготовлении. Потому что, с одной стороны, он стоял черти знает где. Это хорошо его спилили. Вот. Ну, возможно, там тоже были какие-то откаты, но в то же время он был сделан для того, чтобы, и он выдерживал ротрак, который трассы укладывает. Вот. И система в снегоходе, есть трассы, по которым, ну, можно есть бесплатные, есть платные трассы, да, вот на севере Финляндии очень много бесплатных трасс. В центральной Финляндии там трассы платные. Ты можешь покупать, там, клеится наклеечка, там, можешь покупать ее, там, на неделю, на месяц или на весь сезон. И, опять же, пример с Северной Америки. Там налог распределяется, да, между производителями, теми ассоциациями, которые поддерживают, клубами, которые поддерживают трассы, то есть там, и местными муниципалитетами. То есть там тоже такая интересная история. У нас, получается, просто плачет государству ни за что совершенно транспортный налог раз. К этому же добавляется еще ОСАГО, это вечная, ну, анекдотичная история, да, там, плюс все равно там по мелочам тех осмотров, которые должны быть ежегодные и все прочее. Ну, действительно, у... Я скажу так, что среди снегоходщиков, наверное, 80% это такой откровенный протестный элитарат, говоря, опять же, там, современным языком. То есть люди просто из принципа не ставят технику на учет, потому что считаются несправедливым. Не говоря уже об этих огромных дурацких номерах, которые некуда прилепить на снегоход. Там Буран еще рассчитаны вот эти, да. Да, они рассчитаны на трактор, Паша, там, вопрос, не в Буране, там, они тракторные. Ну, почему? На рюкзак многие вешают? Я знаю, это циклисты, сзади на рюкзак. Не положено. И подсидение нельзя, и никак нельзя, он должен у вас быть... А потеряешь этот номер, тебя за него, соответственно, принимают. В том числе, да. Ну, в общем, увы. Но мне кажется, что просто если, ну, сначала было все равно, да, потом нас было не очень много, сейчас по статистике там порядка 30 тысяч снегоходов только новых продается, вторично, это очень большой. Вот. То я думаю, что просто, наверное, действительно назревает уже ситуация, когда пора пытаться с этим хоть каким-то образом бороться. Я вот верно подметил, это немножко возмущает, что звенчивает налог те регионы, где техника нужна, в первую очередь, причем, утилитарная. И промысловикам, в том числе. Да, если мы возьмем север, конечно, это то, без чего нельзя обойтись. Там не спортивные снегоходы, но если за тот же Буран или там какой-то наш снегоход Рысь, там, в районе 80 лошадей, если не буду, а Буран еще меньше, там, по-моему, 60, там, да. Ну, там меньше еще, да. Все равно это деньги ощутимы для человека, который должен их платить, а без снегохода там уже никак. И здесь вот, конечно, вопрос, кто кому идет на встречу. И опять же вопрос, инспекторов очень мало, зачастую один инспектор на два района, это еще вопрос, что ты должен или выловить свое время так, чтобы он во время его приезда ты показал технику, или ты должен технику повезти в соседний район. Это, ну, то есть, это еще проблема еще и организационная у всех. С получением налога сама процедура будет стоить дороже, чем сам налог. Понимаете, как бы там, ну, естественно, Москва снегоходы держит не в Москве, они держат их у себя в загородных домах, на дачах. Это его нужно купить, ты его там эксплуатируешь, а привозишь его на тех, кто же техосмотр сюда. Ну, это головняк. Вот, кстати, реформа техосмотра среди автомобилей прошла, то есть дилеры могут выдавать техосмотры. Среди снегоходов и мототехники, да, это, к сожалению, снегоходов не коснулось, хотя было бы очень логично. У нас есть звонок, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Это Владимир из Москвы. Вот, у меня вопрос к ведущему есть. Давайте. В общем, у меня снегоход есть. 2005 года, по-моему, выпуск, что ли. Ну, ему лет 8 уже. Вот, поскольку там в свое время тюнинг сделали, с запчастями проблем нет. Вот, ну, там обогрева не было, что-то, еще не было, все поставили. Это все ерунда. Вот, а где сейчас достать гусеницу для него? Вот это вопрос. И вот куда они обращались, везде все импортное. А наш-то где? А русскую механику вы забыли, город Рыбинск? Вы, в принципе... Нет, а рысь не та по производству, поэтому, действительно, есть проблемы с этим. То есть у них нет... Спасибо за вопрос, давайте обсудим, Тимофей. То есть вот это проблема сейчас, да? Ну, проблема у нас российского отечественного автопрома же, она просто проблема-проблема. Снегоходах ровно такая же история. Ну, в линейке русской механики там на все тайги разновидности буранов запчасти, конечно же, есть. Рысь снята, насколько я знаю, снята с производства несколько лет назад. Поэтому, если, допустим, где-то у тайги очень много заимствованных там решений, там, у того же канадского БРП, то там какие-то вещи взаимоподходят неожиданно. То здесь, я думаю, что проблема у человека с гусеницей, крысинг, будет актуальна, потому что... Это же огромное количество. В свое время продали очень много, было вариантов масса. Да. Но, видите, некоторые еще живы у человека. Видите, апгрейд и тюнинг был очень глубокий, потому что рысь как раз умирала гораздо быстрее, чем тайга. А есть вариант какой-то подобрать? Подобрать... Слушай, ну, надо смотреть по каталогам. Надо, конечно же, если вы живете непосредственно в Москве, просто поподробнее спрашивать у всех, в первую очередь, ну, дилеров русской механики. И, в принципе, я думаю, что еще есть смысл обратиться, там, через тот же форум, с mobile.ru. Очень много там кулибинных, там есть огромный раздел снегохода отечественного производства. И я думаю, что вам там подскажут какое-то решение. Плюс, я думаю, что на вторичном рынке на разборах рыси достаточно много, поэтому шансы есть. Но, конечно же, вы должны понимать, что, как и с любым аппаратом, который перестал производиться, особенно у нас в стране, проблемы с запчастями будут с каждым годом все актуальнее и актуальнее. Несколько вопросов по снегоходам, собственно. Интересуются люди, есть ли такая схема завоза снегоходов из США самостоятельно? Тебе что-то известно об этом? Ну, слушайте, такая схема есть. Есть некоторые, ну, так называемые серые дилеры. По разным оценкам, от 5 до 10% техники по-прежнему ввозятся, покупаются там через eBay. Есть, в принципе, даже у нас, ну, частные лица, кто помогает все это делать, организовывать. На самом деле, зачастую овчинка выделки по большинству моделей уже не стоит. То есть только очень дорогие есть смысл? Ну, там даже не столько, во-первых, очень дорогие, во-вторых, там просто есть сегменты, действительно, где позиционирование некоторых брендов в Соединенных Штатах Америки и на российском, на европейском рынке разные. И поэтому там действительно там и на 3, на 4, на 5 тысяч долларов цена техники отличается, учитывая, что сейчас после вхождения в ВТО постепенно снижение идет пошлин ввозимых. То есть какие-то выигрыши есть. Насколько они радикальны? Ну, там тысячу-две тысячи долларов выиграть можно. И, в принципе, опять же, там в интернете такие варианты предлагаются. Вопрос только вы должны понимать. Ввезенный снегоход из США не встанет здесь на сервис обслуживания. Да, но у всех продавцов техники оно хромает, но оно хоть какое-то есть, вы хоть как-то защищены. Вот. Если вы привозите снегоход оттуда, то это исключительно ваша проблема за ваши деньги. То есть никакой гарантии имеешь в виду? Или даже просто не возьмутся? Нет, возьмутся, но это только за деньги полностью. И, соответственно, гарантия здесь не поддерживается. В случае, если вы призавезете тот же Polaris оттуда, и он у вас будет рекламационный, да, там с приводным валом с оборванным, то все, считайте, что вы на 700 евро автоматически уже попали тоже. В общем, на ту же разницу. Ясно. Еще приходятся вопросы по запчастям. Где и как обслуживать? Цены бешеные. Купил, не значит, что он ездит. В конце первого сезона потребовались запчасти. Вопрос из Карелии. Где лучше делать? Мы возим из Финляндии до Коли. В конце фразы до Коли. Очень актуально до Коли. Мы тоже возим из Финляндии. Центральные регионы возят из Соединенных Штатов Америки. В последнее время есть целые плеяды компаний, которые, опять же, занимаясь серым возом, делают все это очень быстро. То есть, если раньше там проблема еще была в сроках, то есть, вы могли 2-2 месяца ждать запчасти. На сегодняшний день 2-3 недели средняя поставка запчастей и Скандинавии быстрее, со Штатов примерно так. Действительно, разница ощутимая. Мы проверяли по целому ряду производителей, по целому ряду запчастей. Минимум разницы в рознице там и здесь 30% по запчастям. Минимум. А максимум это в 2-3 номинала. То есть, та запчасть, которая здесь лежит и стоит 20 тысяч, там на самом деле стоит 6-7. К сожалению, пока, я могу что сказать, это политика, клиент-ориентированности, дистрибьюторов и дилеров в нашей стране. Где-то что-то меняется. Я слышал, что в этом году Polaris, после того, как у них разница достигала, чуть ли не 4 номиналов, начал сбрасывать цены на запчасти. Но вот насколько мы это ощутили, пока еще непонятно. Что касается Yamaha, то все-таки как раз 30-40% разница. Что касается BRP, ну тоже, наверное, от 30-40%. Ну, опять же, смотрим, что происходит с ВТО. Нам пока непонятно, куда все это дальше идет. То, что бардак, то, что это вымораживает и то, что это абсолютно не клиент-ориентированно, да, однозначно. Опять же, смотрите, какая история. В Штатах, в Штатах ассоциация международная очень здорово имеет давление на производителей техники, в том числе по этим вопросам. Мы пока не имеем свою ассоциацию российскую, да, и поэтому вот пока мы можем только спрашивать в эфире до Коли. И очень здорово ругаться на всех дилеров, которые, кроме того, что дорого торгуют, еще и медленно запчасти возят, и еще и, к сожалению, далеко не качественно делают техобслуживание и ремонт. Ну, это факт. Ну, давайте подведем итоги вашего голосования. Друзья, за 5 минут, я считаю, Тимофея, революционная ситуация налицо. 92% считают, что это просто бардак. Такие поборы невозможны, они не мотивированы. Только 8% считают, да, все нормально. Но, опять же, среди этих 8%... Наверное, гость их надзорит, слушает. Может быть. Поправочка из Тюмени, да, действительно, гостехнодзор. И написано, что основание для бесплатной выдачи прав – это категория А до 2000 года. И самоподготовку действительно никто не отменял, как мы и сказали. Проблема в том, что когда вы приходите сдавать, вам не дают опробовать эту технику, хотя в правилах описано, что вы имеете право хотя бы посмотреть газ, какой на этом квадрике, который вам предоставили. Потому что часто это и китайские аппараты, еще какие-то, да, и там, в общем, где-то со скоростями. Ну и опять же, смотрите, какая история. Официально, да, самоподготовку никто не объявлял. Были случаи, претенденты по Московской области, по еще областям Центральной России, где прямым текстом инспектора говорили – ты не сдашь. И если у тебя есть права категории «Б», то, по крайней мере, ты умеешь хоть как-то управлять снегоходом, ты сдашь вождение и минимальный набор ответов на те вопросы, которые есть. А если ты 16-летний пацан, да, у тебя, ну вот, у нас проблема сейчас очень такая актуальна, у нас очень много наших детей выросло, и все, они уже вот, да, буквально вот-вот. И все равно прямым текстом говорят просто, им нужно сдавать уже расширенный объем информации, расширенный объем этих самых билетов. И прямым текстом просто говорят, что только через курсы, курсы, естественно, ангажированы, как правило, с обычной историей. Ну, это вообще проблема, к сожалению, как автошкола. Звонок «Алтайский край». Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я постоянно смотрю вашу передачу. И на сегодня я в тех 8%, которые вы это… Мотивируйте, пожалуйста, расскажите. Я считаю, что налог очень даже правильный, даже, наверное, надо еще и прибавить, потому что все снегоходы и вот эти гидроциклы, которые покупают люди, люди покупают очень богато. Им некуда делать деньги. Так что пусть платят. А тем, кому необходимо, необходимо иметь, надо сделать льготный транспортный налог. Вот и все. Александр, простите, пожалуйста. Это мнение не только мое, это всех рабочих людей. Согласен. Александр, подождите, вот к вам сразу вопрос. Дело в том, что в этой тарифной политике там нету порога, скажем, вот до 60 лошадиных сил, потому что до 60 лошадиных сил мы понимаем, что этот снегоход – буран. Буран – снегоход, который весит полтонны, покупают кто? Охотники, там еще кто-то. Ну, люди, которые… Это нужно для поседневной жизни. На нем особо уже не погоняешь, да? То есть какой-то адреналин не получишь. Богатые люди покупают себе мощную технику. Но здесь-то не идет речь о аналогии на роскошь. Все. Если у тебя буран, ты должен за него заплатить по таким же тарифам, как за снегоход более мощный. Я хочу добавить, на самом деле, Александр, дело в том, что на Чукотке, в оленеводческих бригадах работают не олигархи и не богатые люди, да? На Чукотке, в оленеводческих бригадах работают чукчи, местные жители. Им снегоход «Ямаха Викинг», в котором тоже там 46 лошадей, необходим для того, чтобы они свое стадо спасли от волков, да? Он им нужен для… Им нужен для качеля между бригадами. Ну, я бы вам сказал, что, значит, тем, которым нужен снегоход, сделать льготный транспортный налог, а всем остальным прибавить еще этот налог. Спасибо. Вы говорите, вас устраивает, значит, вас тоже не устраивает. Вам нужно все-таки в 92%. Охотникам, знаете, охотникам. Пусть ходят за зайцами и за всем остальным на лыжах. Правильно. Вот так вот. Сурово. Спасибо. Спасибо вам большое. И всех пересаживаем на автоваз. Ну, кстати… Слушайте, я не согласен в корне. Вот это вот стереотип о том, что богачи ездят на снегоходах. Ну, вы знаете, у меня очень много друзей в снегоходной тусовке всей стране. Там и врачи, и строители, и люди… Врачи-богачи. Врачи-богачи. Да, и люди, которые, я вам серьезно говорю, берут их в кредит и выплачивают достаточно длительное количество времени, которые могут себе позволить купить снегоход, но не могут себе позволить на нем много путешествовать. Подожди, а есть такие знакомые, которые купили снегоход, но не купили, скажем, автомобиль. Ты знаешь таких людей? Я. Ты серьезно? Да. Не знал. То есть реально, потому что… Нет, ну на самом деле там автомобиль, конечно, уазик стоит, но он именно стоит. И так, в принципе, для конторских дел был куплен. А так, на самом деле, вы знаете, есть, есть, есть люди. Конечно же, есть и те, кто уже сидит на технике для рекреации, для активного отдыха полностью. Есть люди, у которых есть и снегоход, и квадроцикл, и гидроцикл, и зачастую не по одному, потому что они предпочитают в горах кататься на одном, там есть путешествие на другом. Для этого предлагают повысить. Вот, но при этом повысить хорошо, опять же, вопрос справедливости, а за что? За что мы должны его платить? Что изменится от этого? Ну да, кстати, ведь заплачен налог при покупке этой техники, когда она была везена, заплачен налог за топливо, которое жрет оно там сколько-то литров в час, да? Ну, по большому счету, тут как-то надо подумать. Вопросы, вопросы. Да, и опять же, видите, какая ситуация? Те же трассы, мы уже сейчас нельзя сказать, что трасс снегоходных совсем нет, они уже есть. Есть инициатива, там, той же компании «Росанг». Подожди, а кто их делает-то? Вот смотрите, есть примеры трасс, если я правильно помню, в Кировской области, в Пермском крае, в Мурманской области, там их делали дилеры. Есть пример трасс, которые у нас... Но не государство. Не государство, это частная инициатива, да. У нас есть пример наших снегоходных трасс в Карелии, которые на сегодняшний насчитывают около тысячи километров. Это трассы, которые мы делаем за свои деньги, там, беря порубочные билеты, договаривались с промхозами, прочищая их из года в год, накатывая их из года в год. Нам это нужно, конечно, для своих мероприятий, но, тем не менее, есть трассы, которые сообщать делают ребята там из тех же районов Московской области. Государство к этому никакого отношения не имеет. Более того, в ряде регионов той же Мурманской области там была еще такая здоровская ситуация, когда пытались же снегоходчиков еще заставлять платить аренду тех дорог, по которым они ездят. Дополнительно еще к этому. Дорожный налог за... За использование дорог для снегоходов, хотя это, конечно, снег. Нижний Новгород на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Вот хотелось бы два вопроса задать. Да, конечно. Первое, значит, мое мнение по поводу налога, это, конечно, абсурд. То есть, брать сегодня в коем случае нельзя с подельцем снегохода. По двум причинам, что первое, это ограниченное время пользования, буквально сколько тут, месяца 4-3, получается, мы им пользуемся. И некоторые просто выходные выезжают и платить за это. Вторая причина, это как бы за что действительно платить? Заснежный покров, которым пользуемся в лесах, либо, не понимаю, может, это экологический налог какой-то, но никак не транспортный, мне кажется. Потому что здесь даже и в коммерческих целях не используются, мне кажется. Скажите, а вы как для себя решаете? Я так понимаю, вы снегоходчик. Вы платите, вы на номерах? Нет. У меня, честно говоря, несколько, да, три снегохода было, и я его как бы просто ездил на учет на ставь. Понятно. У нас почему-то в области, да, менее, скажем так, требовательно подходит к этому. То есть никто не спрашивается. И вопрос вот касаемо модели снегохода DRP Scandic 600 WT, кажется, Wild Track. Wild Track, да, да, да. Да, с двигателем E-TEC. Да. Он как бы, это новая модель. Вот хотелось бы знать по поводу именно проходимости этого снегохода и надежности двигателя. Значит, смотрите, какая... Спасибо большое за вопрос. Спасибо за вопрос. Смотрите, какая история. Проходимость снегохода, как и всех Wild Track'ов, у него хорошая. Насколько я знаю, там еще есть Super Wild Track. То есть Wild Track там гусеница 50 сантиметров, Super Wild Track 60. Проходимость у машин очень хорошая. Несмотря на то, что BRP перешли два года назад вот на эту вот новую платформу, которая кажется несколько выше и менее устойчивой. На самом деле снегоход с очень хорошей устойчивостью и остойчивостью. Из рекомендаций, если сомневаетесь где-то все-таки там именно его устойчивость и удобство в движении, то просто покупайте накладки на лыжи, потому что после этого он становится еще более устойчивым. А накладки, в смысле? А накладки, расширители лыжи. Да, они, во-первых, спасают дополнительно еще и лыжи, в принципе, от износа. И, во-вторых, увеличивается площадь в пухляке, это очень... Ну, в пухлом снегу, в рыхлом снегу, в глубоком снегу это помогает. Что касается двигателя, первые E-TEC, если я правильно понимаю, на рынке появились два года назад. Были определенные вопросы по тому, что не всегда он хорошо реагировал на качество топлива и были иногда какие-то проскакивали, насколько я слышал, рекламации. Последние два года все, кто пользуется линейкой снегоходов и с Кандиками, и Линксами, с E-TEC-овскими моторами, никаких нареканий в их адрес нет. При том, что это очень современный, экологически, кстати говоря, тоже уже более такой продвинутый мотор, двухтактный, да, то есть он все равно оборотистый. Если я правильно помню, там 113 лошадиных сил на выходе, то есть мотор очень мощный, хороший мотор, при том, что двухтактный. Но при этом он еще и очень... Самый экономичный среди двухтактников. То есть там экономия по топливу, ну, процентов там, по-моему, на 60, если я правильно помню. Ну, насколько я понимаю, вопрос экологии, в принципе, в нашей стране не столь актуальный. Единственное, я помню, мне один раз рассказывали в Красной Поляне, спасы, да, что как раз у них-то хотят четырехтактные снегоходы, потому что, мол, курорт, люди катаются, и если там что-то возишь, работаешь, выхлоп, он чувствуется, да. Выхлоп чувствуется, но на самом деле выхлоп чувствуется, как правило, только в вхождении большой колонны, да, там уж есть такой момент, что двухтактники, конечно, ну, в большей степени неприятны по запаху, да. Но надо понимать, что бескрайние просторы страны, двухтактные снегоходы легче, двухтактные снегоходы все-таки в ряде случаев, особенно на северах, надежнее, поэтому... Попроще, да. Ну, его не тот объем выбросов в атмосферу, чтобы говорить об экологичности. Наверное. С Краснодарского края пришло предложение, вот с таким же успехом можно брать налог и за бензопилу. Я совершенно согласен, прибыль будет колоссальной. Вы подсказали, Ростик, обзор. Транспортный налог за бензопилу. А у нас звонок из Краснодарского края как раз. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я поддерживаю абсурдность этого полностью налога. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Представьтесь еще, пожалуйста, на всякий случай. Алексей, меня зовут. Алексей, очень приятно. Алексей, а вот как вы видите налог? Вот вы за что готовы платить и сколько? А за что, собственно, платить? Асфальт не портится. За прицепы налоги не берут. За что платить-то? Ну, смотрите, есть пример нашего гостя. Тимофей рассказывает, что в Финляндии есть платные дороги. Вот ты купил себе наклейку, и ты понимаешь, что ты можешь из одного города в другой приехать на снегоходе. И будет хорошая трасса с возведенными мостами, где-то даже со знаками там, и так далее, и так далее. Вот вы за это готовы были бы заплатить у себя? Ну, это, собственно, один раз. Из-за того, что люди что-то для меня сделали, конечно, я готов. Но если, конечно, это будет разумная цена. Ну так. Я вам скажу такую ремарку. У нас вот в Краснодарском крае я видел документы в ГИБДД, согласно которым транспортный налог берут с маленьких вертолетов и с самолетов. Дорожный налог, да? Да, да, транспортный налог. Ну а как же? Ну, с вертолета сложный, а самолет это за взлетную полосу надо брать? Он же проезжает каждый раз при взлете. Звездная полоса – это же не дорога общего пользования. У меня вопрос вот к фиталисту. Да-да, спрашивайте. Я хотел бы узнать его мнение. Вот я видел комплекты для переоборудования кроссовых мотоциклов довольно мощных. 400-600 кубовых снегоходы. Там, значит, сзади вот эта герезиновая гусеница, спереди лыжи. Что он может сказать вот об эксплуатации? Что он может такой аппарат? Как он себя ведет в снегу там на трассе? Скажите, а вы с какой целью интересуетесь? Вы хотите, реально, у вас есть кроссовый мотоцикл, и вы хотите, так сказать, летом на кроссовом, а зимой поставить комплект и ездить по снегу, да? Ну, мне интересно возможности. Слушайте, ну... У нас как бы не так много снега в Краснодарском крае. Конечно. Можно купать отдельный снегоход. Слушайте, вы знаете, ну да, появились такие... Спасибо за вопрос, интересно. А вот мотокросс в Краснодарском крае сейчас на подъеме. Разве, да, да. Появились такие комплекты, также появились достаточно давно уже для квадроциклов и для автомобилей гусеницы. Вы знаете, я сам эксплуатации это не видел, сказать что-либо не могу, но знаю, что есть серийные... Прямо серийные такие модели, по-моему, они называются ноу-хавки, когда действительно там одна лыжа и одна гусеница. То есть такие некие мотоциклы для сноукросса. Какого-то широкого распространения в стране я пока не видел. То есть они есть, их попокупали, но, естественно, что по проходимости в любом случае они менее проходимы, но для Краснодарского края, мне кажется, что вполне даже может подойти. Ну, надо изучать там вопрос. Я вспомню историю с этими матраксами, вот этими треугольными гусеницами на автомобиле. Да, все плохо. Потому что была одна экспедиция как раз на Чукотку, люди ехали на фордах через всю страну, и там попробовали по снегу по-глубокому идти на матраксы. Во-первых, бешеный расход топлива. Во-вторых, по-глубокому снегу они не ходят. Да, по-глубокому снегу не ходят, при этом люди везли с собой полный багажник полуосей, потому что попросту... Вылетали. Нагрузка очень большая, нерассчитанная под эти матраксы. Это только в фильме такси, эта машина так замечательно на них ездит. В реальности штука, ну, очень дорого получается, дешевле купить снежики. Тимофей, давай дальше. Звонки-то как идут. Так. Из Воронежской области налог за снегоходы убрать, а звонящему Александру советуют получше работать. У меня нет снегохода, также думаю, что не стоит брать с мотоциклов за их сезонное использование. Ну, вот тут, конечно, все сложно. То, что его отменят совсем, это сказки. Такого не будет в нашей стране, мы все понимаем. Прежде чем ответить на следующий звонок, я предлагаю, друзья, перейти к небольшой теме все-таки использовать снегоходов. Мы все понимаем, что это охота, рыбалка, но также есть замечательная в последние годы появившаяся такая тенденция. Люди ездят в экспедиции и ездят на какие-то соревнования, фестивали. Собственно, Тимофей, как мы уже озвучили, организатор такого мероприятия в Карелии, но он обладает знанием, поскольку снегоходная тусовка очень дружная, о таких же мероприятиях, которые могут оказаться где-то в ваших районах. Потому что, действительно, снегоходчики объединяются, собираются, катаются, и можно поделиться опытом, можно узнать, где запчасти. Ну, в общем, это какое-то общение, которое для многих важно. Поэтому давайте потихонечку переходить к теме, собственно, каких-то путешествий на снегоходах. Но в то же самое время, если есть конкретика, стояйте перед выбором. Как мы обещали, Тимофей будет консультировать. У нас звонок из Питера. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня Кирилл зовут. Здравствуйте. Да, вот я очень вообще часто вашу программу смотрю. И мне достаточно смешно слышать голоса таких вот дедушек. Считаю их просто вообще неудачниками, которые говорят, что техника, значит, различная только у дела богатых людей. Ну, это наш зритель, согласитесь. Нас и такие люди смотрят. Ну, что делать? Да, если человек купил себе и заработал, и на эти деньги купил, то почему же он, значит, должен какие-то налоги платить? И если он этой техникой пользуется, будь то автомобиль, бензопил, ратом, косилка, все что угодно. Вот пусть он за бензин и платит, а на рук на пользование дорог. У меня, например, три машины. А у жены, у меня другая стоит в гараже. Почему я должен за нее налог доплатить? Вот, хотя какие-то, скажем, люди из соседних стран, приезжающие к нам на заработок, на свои шестерки лохматые, которые длинит и портит воздух, значит, наезжает 300 тысяч километров в год. Согласен. А платит 1000 рублей. Ну, смотрите, пример, как делают в Белоруссии. Вы приезжаете в Белоруссию, хотя вы из России, вы платите за пользование дорогами, да? То есть вы приезжаете там в Европу, в Польшу, вы проехали, вы все равно платите деньги. Раньше такое было, да? Дорожный сбор. Вот в этом году я ездил, к сожалению, ничего не взяли. К счастью, конечно же. Но есть другая логика. Вы же понимаете, в нашей стране, если акциз включить стоимость бензина, вы же понимаете, что все будут заправляться каким-то подпольным бензином, который будет брать откуда угодно. То есть не соберут, не соберут. На самом деле вопрос, потому что бензина для снегоходов нужен качественный в любом случае, особенно для американских, для канадских. То есть если там Ямаха еще немножечко изначально делалась под российский рынок, даже в чем-то, и немножечко менее требовательна к бензину, то в остальном плохой бензин – это уже все, это смерть снегоходу сразу. Поэтому как раз вот это не та история, а контингенты, которые будут на левом бензине кататься. Другая проблема существует. В ряде регионов ребята покупают хорошие дорогостоящие современные снегоходы, а бензин ужасный, и поэтому дальше идут проблемы за проблемой. И такой еще момент, возвращаясь к этой теме, по поводу богатеев и снегоходов. Сейчас вторичный рынок очень большой, вот последние два года. Я вам хочу сказать, что импортный снегоход в хорошем состоянии можно купить и за 120-150 тысяч рублей. Просто программу не подскажешь. Конечно, да. На права только нужно дать, где их там берут за такие деньги. Тимофей, все-таки давай немножко о спорте. У нас 5 минут до конца, кажется, время летит быстро. Я думаю, что мы в этом году еще раз поговорим, уже в следующем, конечно же, году поговорим о снегоходах, потому что тема актуальная, смс-ок очень много. Что интересного, спортивного или такого рекреационного происходит? Да, делим спорт, делаем путешествия. Путешествия растут просто семимильными шагами. Если там два года, три года назад было одно какое-то большое путешествие, его обсуждала вся тусовка, начали там Москва-Санкт-Петербург на снегоходах, дальше Петрозаводск-Москва на снегоходах, то в прошлом году Петрозаводск-Мурманск на снегоходах, в этом году уже просто в разные стороны. Самарская диаспора у нас прокладывает постепенно путь на восток. Они дошли до Екатеринбурга, они планируют в этом году дойти до Иркутска, если я правильно помню. В этом году будет пробег двухнедельный Мурманск-Москва, в этом году будет пробег, который организует клуб московский «Бобры», Минск-Москва. Минск-Москва. А сколько будет там? Ну, все надеются, зиму смотрят, все верят, все надеются. То есть на самом деле снегоходное движение на карте страны все дальше и дальше свои щупальцы раздвигает. Что касается спортивных мероприятий, то я смотрел очень много соревнований в Тюмени, в Ямало-Ненском автономном округе, потихонечку Ивановская, Ярославская область, Московская область, традиционно Санкт-Петербург, Ленинградская область. Ну и 25-27 января 2013 года снегоходным фестивалем Панкарелия. В этом году планка поставлена не более 220 участников, планка уже набрана. И, в общем, тоже думаем, куда дальше развиваться. Но, как показывает практика, как показывает спрос, растет у нас снегоходная тусовка, растет сообщество, которое готово уже путешествовать не только вокруг своих дач, а куда-то гораздо дальше и как-то гораздо интереснее, чем там просто на шашлыки. То есть мы, в принципе, мне кажется, за последний год-второй сделали колоссальный просто прорыв. Ну и, опять же, наши снегоходчики уже и в Штатах катались, не говоря уже, что мы сняли в Норвеге. Ну это, опять же, ты говоришь о продвинутых людях, но, тем не менее, зачем хороший фестиваль вот ваш, что приезжают люди и на рысях, и на какой-то технике. И на каюрах в этом году два человека приедут, мы с трепетом их ждем, что же тут поделаешь. Это та самая бензопила. Понятно. С которой надо брать налог, с которой придется заплатить налог. У нас есть еще один звоночек, очень просят принять. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Город Герой Новороссийск. День добрый. Добрый, добрый. И поэтому, пожалуйста, Тимофея, который перед вами сидит, гардый, красивый хлопает. Вы выключите, пожалуйста, телевизор. Можно быстрее говорить. Не могу отключить телевизор. И поэтому прошу, пожалуйста, вот Лева и Андрей приглашают его. Андрей, пенсионер, который платит много денег за налоги. И приглашает. А Лева, кстати, чуть-чуть, блажь и вас, на покатушке в город Герой Новороссийск. Накатите денежки, мы вам обратно вернем, за налоги, которые вы нашим налоговым инспекциям отдадите. И вы покатаетесь. Понятно, спасибо. У меня ответ вам очень простой. А вы нас в гости готовы пригласить? Конечно, приезжайте. Оставляйте контакты, пожалуйста, за эфиром. Мы, конечно, Тимофею все передадим. С удовольствием. Спасибо, большой звонок. Друзья, ну вот такой у нас получился эфир. Множество вопросов. Всем рассказать невозможно. Можем только рассказать о том, что есть большие ресурсы. Это действительно большой форум snowmobile.ru. Все сникохотчики, вот как-то масло, собираются там. Такое историческое место, мне кажется. Да, основная площадка общения с всей страной. Подскажут, расскажут. Там можно найти друг друга. Очень много разделов. И там есть ответы на все вопросы, действительно. Потому что там очень много людей. И там же найдете вы людей, друзей из ваших же регионов рядом. Там же вы найдете, как решить, вопрос с запчастями, с ремонтами, с тюнингами и путешествиями тоже. Ну, мы с темой снегоходов совсем не расстаемся. Как еще раз могу повториться, что в этом году будет два этапа чемпионата мира. Они пройдут в Ивановской области и в Москве. Телеканал Автоплюс планирует, как и в прошлом году, показать это событие, чтобы все увидели мировых звезд, гонки на снегоходах. Ну, на этом у нас совсем все. Тимофей, тебе удачи в твоих начинаниях, чтобы двигало это дело с обществом. Если оно получится, это тоже хорошо. Мы на этом прощаемся. Это была программа «Попутчик». Я ведущий Павел Федоров. Всего хорошего вам в следующем году. Это мой последний эфир в этом году. Поэтому всего вам самого доброго, самого светлого. Берегите себя и будьте счастливы и здоровы. На этом у нас все. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!